В работе с коллекциями иногда помогает утилитный класс JavaUtileCollections, в котором есть методы, например, для перетасовывания списка или для сортировки списка и многие другие. В классе JavaUtileCollections есть также семейство методов с именами, начинающимися на Unmodifiable. В частности, UnmodifiableSet, UnmodifiableList, UnmodifiableMap и так далее. Эти методы возвращают объект-обертку, реализующую тот же интерфейс, что и переданный параметр, и предоставляющие доступ на чтение к элементам исходной коллекции. Но при этом любая попытка изменить содержимое коллекции через этот объект-обертку приведет к выбросу UnsupportedOperationException. То есть мы можем при передаче коллекции в какой-то метод защититься от ее случайного там изменения. Периодически приходится конвертировать коллекции в классический массив. Для этого в интерфейсе Collection есть метод ToArray, который возвращает содержимое коллекции в виде массива объектов. Это связано с ограничением дженериков Java, о котором мы с вами подробно говорили. Внутри параметризованного класса нельзя создавать экземпляры или массивы типа, указанного в качестве параметра дженерика. Если нам хочется получить массив того типа, элементы которого действительно лежат в коллекции, то надо воспользоваться другим перегруженным вариантом метода ToArray, который принимает этот массив правильного типа. Если массив подходящего размера, то метод ToArray сложит все элементы в этот самый переданный массив и его же вернет. Если переданный массив не того размера, которого нужно, то метод ToArray внутри себя перевыделит массив правильного размера и вернет уже новый массив. Выполнить обратную конвертацию из массива в коллекцию тоже нетрудно. Можно, например, превратить массив в список при помощи метода EraseAsList, а потом передать результат в конструктор любого другого класса коллекции. Или можно пойти другим путем и создать сначала пустую коллекцию, а потом при помощи утилитного метода CollectionsAddAll добавить туда все элементы из массива.